Я патриот Днепропетровской области и мы стараемся все вместе с областной администрацией, чтобы наша область была регионным лидером. И поэтому самые новые, самые современные машины идут в первую очередь к нам. Это машины категории B, еще будет машины, еще будет реанимобиль, еще будет категория A. Это будет для сельской местности, это автомобили и Пежо марки и Газели. Поэтому я думаю, что в ближайшие несколько месяцев парк автомобилей скорой помощи, не только Никопольская станция скорой помощи, но и все Днепропетровщины заменятся на современные, высокотехнологичные в медицинском плане автомобили. И те экипажи, которые, как показывают соревнования, международные соревнования, которые выиграют наши команды, что у нас лучшие врачи, лучшие фельдшерские бригады. И я горжусь своими коллегами и буду стараться всячески им помогать. Акцент, я поставил жизнь человека прежде всего, доест до пациента в черте города 10 минут и в сельском местности 20 минут. Эти стандарты должны неукоснительно соблюдаться. Сколько сегодня автомобилей? 6 автомобилей. 6 автомобилей, ну и вы видите, здесь практически парк уже полностью заменен, Никопольская старая церковь. Это катный обл.бюджет бюджета? Это государственный бюджет, это программа, которая принята на уровне Министерства здравоохранения. Ну а мы осуществляем, как депутаты, народный контроль, чтобы все это исполнялось своевременно. Люди получали, наши врачи получали новую медицинскую технику, а люди получали тот европейский сервис медицинский, к которому мы стремимся. Маленькими шагами, но мы идем вперед. Спасибо. И просто приятно ехать. Это удовольствие и для пациента, и для медицинских работников. Раньше рабочему месту медицинских работников мало отделялось в медицинский. На самом деле это важно, это определяет результат лечения. Я думаю, что и в будущем мы будем уделять ее значительно обнимание медицинской помощи, и по полям, и жителям города, которые помогают от этого. Исполняющая обязанность директора департамента здравоохранения, а метровской области администрации Министерства здравоохранения. Исполняющая обязанность директора департамента здравоохранения. Исполняющая обязанность директора департамента здравоохранения. Они уже несколько лет назад были куплены, да? Они просто ждали своего участия? Нет, нет, не в этом дело. Дело в том, что от момента решения до реализации проходит определенное время. Можно было решить проблемы бюджета, можно было решить стендеры. Это были открытые торги, поэтому все это занимало определенное время. Но они абсолютно новые. Они абсолютно новые. И что самое приятное, это переоборудованные автомобили, а изначально сделанные для скорой. Скажите, а наши специалисты скорой помощи в городу, они могут обращаться с этими всех новинками, которые там внутри скорой? Конечно, там реально ничего особо нового нет. Есть все просто удобное, современное и качественное. Поэтому ваши сотрудники прекрасно умеют обращаться, если будут какие-то вопросы, они могут научиться. Но они первые, но они первые по Петровской области, поэтому они смогут все. Спасибо вам. Спасибо вам. Я Бараник Сергей Владимирович, выездной врач бригады скорой помощи, Никопольская станция скорой помощи. Что хочу сказать по поводу данного оборудования, данного автомобиля. Когда в 2008 году мы участвовали в первых соревнованиях в Украине бригад скорой помощи с международным участием, мы впервые увидели действительно европейский класс и европейский стандарт у польских коллег. И мы тогда очень завидовали, потому что они действительно могут работать в нормальных условиях и оказывать достойную экстренную помощь. Ну, как видите, сегодня наши мечты осуществились. Мы получили достаточно серьезный автомобиль, который соответствует без преувеличения европейских стандартов, на основании которых были утверждены наши украинские. Этот автомобиль оборудован по последнему слову техники. Имеется все необходимое оборудование для экстренной медицинской помощи, для оказания пациентам на дооспитальном этапе. Тяжелые травмы, полученные в ДТП, падение с этажа. На сегодняшний день очень актуально огнестрельные ранения. Поэтому скорая помощь готова к оказанию экстренной медицинской помощи. Я думаю, никопольцы и жители никопольского района по достоинству смогут отследить, когда уровень они прочувствуют насилие. По поводу автомобилей хочу сказать, что по нашему национальному стандарту их выделяют три. Тип А – это автономить для транспортировки. Тип В – это врачебная бригада с оказанием интенсивной терапии. И тип С – это реанима. По оборудованию тип В и тип С практически не сильно различаются. Тип С немножко расширенный. Тип А меньше оборудованный. Но он в основном предназначен типа для перевозки пациентов между лечебными учреждениями и доставки этих же пациентов в лечебные учреждения, которые не нуждаются в пути в интенсивной терапии. С этим понятно, да? По оборудованию. Слабым местом в предыдущих, скажем так, машинах скорой помощи были носилки. Носилки не имели, скажем так, своей транспортировки, то есть не было колес, приходилось все носить вручную. На сегодняшний день это самое современное оборудование, оно выдерживает достаточно высокий вес пациента, что немаловажно, потому что люди бывают разные. И на них же можно проводить реанимационное пособие, то есть проводить искусственный массаж, не прямой массаж сердца, а искусственную вентиляцию. Также автомобиль оборудован дефибриллятором современным, приборами для линейного введения лекарств, жидкостей, отсосом. Самое проблематичное в нашей работе, это когда в холодное время года лекарства в машине, собственно говоря, мы в стационаре находимся, да, на улице. Лекарства охлаждаются, поэтому автомобили оборудованы штатным подогревателем, раствором для инвестиций. В принципе, есть все необходимое оборудование для оказания экстренной помощи, есть вот щит такой вот особенный для извлечения пациентов из автомобиля, либо из других мест, где ограничено введение других щитов. Желтые щиты вы видите. Это обеспечивает иммобилизацию всего позвоночника, вот таза, то шеи. И, собственно говоря, при транспортировке позволяет спасти жизнь людям, потому что при извлечении обычно из автомобиля в ДТП, при повреждении позвоночника, при извлечении происходит дополнительная травма самого позвоночника, спинного мозга. Ну, в принципе, оборудование соответствует стандарту национальному автомобилю скорой помощи. Если сказать что-то больше, могу только по вопросу.